Ты же пол компотом или чаем не моешь? Страшного такого, ничего не произойдет. Пусть пьет. Один и тот же сигнал идет в головной мозг. Мы их не различаем. Какой бы системы питания не придерживался человек, какой бы диете не склонялся, есть продукт, который рекомендуется всем и всегда. И это продукт – вода. А сегодня о воде говорим со специалистом по правильному питанию, нутрициологом Юлией Антоновой. И первый вопрос такой, который волнует всех, сколько все-таки нужно употреблять воды в сутки? Если нет никаких противопоказаний от лечащего врача, то рекомендуется 30-40 мл на килограмм веса. Мы на 70% примерно состоим из воды. Наш головной мозг на 80% состоит из воды. Если мы хронически не допиваем воду, мы можем чувствовать усталость, сонливость и может болеть голова, просто потому что мы пьем мало воды. Очищение организма такое естественное. Человек, например, плохо ходит в туалет. Как только он начинает норму воды пить, у него проблемы эти очень часто решаются без различных каких-то вспомогательных средств. Молодость кожи. Я всегда сравниваю изюминку и виноградинку. Это одна и та же ягодка. В одной влага есть, в другой нет. Как ты хочешь выглядеть? Когда мы говорим про снижение веса, то жир в том числе с водой выходит. То есть нужен жир. Все химические реакции, которые происходят в организме, они происходят в водной среде. А что можно подмешать в воду, чтобы она продолжала оставаться водой? Как мы выяснили, компоты, кофе, супы не проходят. Это жидкости, это не вода. А можно ли воду подмешать для вкуса? Например, лимон, может быть, огуречек. Зеленый чай без сахара тоже кто-то считает, что это заменитель воды. Так это или нет? Хороший зеленый чай, можно заменить часть воды. Но полностью заменить воду не надо. То есть вода нужна в любом случае. Что подмешать можно? Правильно, лимончик, огурчик. Можно несколько ягодок туда бросить просто для вкуса. Почему люди не пьют воду? Потому что им не нравится вкус. Многим не нравится. И вот если мы туда что-то такое, мяту положим, и вот другой даже запах, и человек с удовольствием пьет воду. Все-таки вода – это вода. Человек говорит, а что там, можно ли мне там чаем или компотом заменить? Я говорю, представь, главное свойство воды, она очищает наш организм. Ты же пол компотом или чаем не моешь? Имеет ли значение температура воды? Будет она теплая, холодная, горячая, ледяная? Может быть, это как-то от времени суток зависит? Значит, сильно горячую и прям ледяную, холодную я не рекомендую пить. Это на пищеварение очень сильно влияет. Мало того, что если человек будет пить ледяную воду, запивая при этом что-то очень жирную еду, то это может очень нехорошо закончиться. Комнатные температуры, теплую абсолютно можно пить. И даже утром я рекомендую пить теплую воду, один или два стакана, прям именно теплую, и это может решить вопрос с пищеварением. И время суток, когда необходимо прекращать употреблять воду, за сколько может быть часов до сна, или тоже этот вопрос индивидуальный? Это индивидуально, когда вечером нужно остановиться. То есть, если человек не отекает, то он, в принципе, может пить хоть когда вечером. Большую часть воды рекомендуется выпивать до обеда, ну, свои нормы, и там уже к вечеру допивать. Перед сном, вот прям несколько глоточков воды нужно сделать, именно для того, чтобы хорошо работала система кровообращения. Есть ли разница во время еды, после еды, до еды, отдельно от еды? Вообще, есть ли разница, в каком режиме употреблять вот эти необходимое количество миллилитров воды на килограмм веса? Есть такое мнение, что там разбавляется желудочный сок, и плохо все усваивается. Когда пища попадает в желудок, у нее, она попадает в желудок. Когда человек пьет воду, она проходит там практически мимо, она не задерживается, ничего не перемешивается. Поэтому, если человек будет пить воду во время еды, страшного такого ничего не произойдет. Пусть пьет. Дело в том, что когда мы хотим кушать, и когда мы хотим пить, у нас один и тот же сигнал идет в головной мозг. Мы их не различаем. И иногда нам кажется, что мы хотим есть, а на самом деле организм говорит, дай мне попить. Поэтому есть такая рекомендация, что когда вы захотели есть, выпейте там стакан воды, возможно, отпустит. Потому что действительно, возможно, организм просто хотел именно пить. Очень часто люди начинают практиковать питьевой режим, но потом говорят, ой, это вообще не мое. Вот всем подходит, а мне не подходит там эти полтора, два или сколько литров. И жалуются на дискомфорт, что я хожу, и у меня там внутри все булькает. Вообще, часто ли обращаются люди с такими жалобами на то, что я пью, а мне все хуже, да, как в анекдоте. Это с непривычки. Просто не нужно пить большими глотками, залпом там много количества воды за раз. Нужно потихонечку приучать себя. То есть если человек до этого пил там пол-литра и сразу начал два литра пить, будет некомфортно. То есть каждые примерно 2-3 дня по стаканчику увеличивать, пока не дойдешь до своей нормы. И тогда будет все хорошо и комфортно. Продолжение следует...